Время чудес пришло. Творческое объединение «Белая стрекоза» в преддверии Нового года презентовало очередную выставку авторских кукол и мишек Тедди. Впервые на такой выставке меня поразило очень большое разнообразие кукол. Я знаю, что многие из них сделаны не профессионалами, а именно любителями. Это очень радует, что люди тянутся все-таки к чему-то интересному и времяпровождению. Хотя куклы, конечно, эти не для игры, я смотрю, но они будут украшением любого интерьера. Выставка открылась в музее Ивановского сица. Символом экспозиции стала Мария, героиня сказки Гофмана, щелкунчика, мышиный король. Персонажи этой сказки всегда ассоциируются с любимым семейным праздником. Поэтому у нас елка в зале, поэтому у нас есть персонажи елочные. Но не все куклы, конечно, к Новому году, потому что это слишком трудно, наверное, всех кукол сделать к Новому году. Это, в общем, авторские куклы. Есть куклы, которые полюбились на прошлых выставках, они любят на выставки ездить, а есть новые. Одна из таких новых работ – кукла по имени Пуговка. Валентина Марычева закончила делать ее буквально за сутки до открытия выставки. Новогодняя выставка – это всегда ярко, красиво, сказочно, таинственно. И зимних очень много тут работ, связанных с зимой. Вот тут и зима у нас есть, и вот такая вот девчонка есть, которая… Вот если бы были темные волосы у нее, вот так получилось, что это, я бы сказала, себя делала. Маленькую, вот такая вот маленькая, Валечка. Канун Нового года не только дети, но и взрослые верят в сказку. Кукольники – не исключение. Чудеса действительно случаются с теми, кто их ждет. Вот, и вот одна из куколок, которая родилась к этой выставке – это вот девочка зима и ее снежные звери. Дело в том, что она рождалась очень долго, полгода. Я задумала ее еще прошлой зимой, потому что зима была совершенно сказочная. И было очень много снежных зверей в лесу. Но не получилось. Я обещала зиме, что обязательно сделаю ей такую девочку. И начала ее делать к этой выставке, когда узнала, что она будет. И вот ровно в тот день, когда я закончила девочку, когда я ее одела, посадила снеги ей на ветки, ровно в этот день выпал первый снег. Посмотреть выставку можно будет и в январе. Кроме того, для желающих организуют мастер-классы, где можно будет научиться делать несложные, но оригинальные поделки из бумаги, елочные игрушки, новогодние открытки и аппликации по мотивам сказочных сюжетов. Больпочерников Антон Осипов, РТВ Иваново.